Супростоять огню с уместными намаганьями. Супросточники Министерства по надзвычайных ситуациях и Департамента Аховы Министерства внутренних справ тесно взаимодействуют при ликвидации надзвычайных ситуаций. Шарговые занятки по пожарной биоспеции отбылся на базе Ленинского отдела Департамента Аховы города Бреста. Под Аховой только Ленинского отдела Департамента Аховы больше за тысячу промысловых и административных объектов с выше 2270 жилых домов и кватер. И хотя шастей за усе по тревожным сигналам Аховники выезжаются на затримание рабовников, в выпадке, коли сигнализация спрацовывает при узгорании – не редкость. Бывает иногда замыкание проводки, потом возгорание. Мы тогда в таких случаях, когда осматриваем объект, вызываем уже МЧС в первую очередь. Вот недавно у нас был случай, пошел звонок по 102, что возгорание в частном доме. Прибыл наш наряд, группа задержания, увидел задымление, прошли внутрь и спасли даже жизнь человека. Как действовать в таких случаях? Рассказывать правильный алгоритм действия при надзвучайной ситуации раз за разом готовы супрацовники МНС. Суместные занятки и учения двух ведомств становятся традиционными. Это очень важно не только для сотрудников МЧС, но и для жителей города Бреста, так как очень много предприятий, жилых домов находятся под наблюдением непосредственно департамента охраны. И человек, который приезжает первым на сработку сигнализации, это является непосредственно сотрудник департамента. И если он не будет знать правильные действия в случае возникновения ЧС, то это может привести к беде. А мы этого допустить не должны. Выратовальники выполнены. Чем больше ведомства будет затекалено в боротьбе с пожарами, тем максимальный будет эффект. Супротстоять с такому мощному ворогу, как огонь, усе шлепее разом. Людмила Салзна, Юрий Плинда, областные новины, Брест.